Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между клубами Union St.Gloas и Rangers. Информация будет полезным пользователям, которые привыкли думать своей головой и несли последовать советам других. Игры в Еврокубках. Union St.Gloas очень давно не принимал участие в Еврокубках, поэтому можно сказать, что это будет дебют для этой команды. После того, как в 2018 году владельцем команды стал Тони Блум, St.Gloas пошел вверх, в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат Бельгии и по итогам сезона занял второе место. Rangers в минувшем сезоне дошел до финала Лиги Европы, в котором проиграл трофей немецкому Айнтрахту в серии пенальти. Всего Rangers провел 17 матчей в Еврокубках в минувшем сезоне. Интересно, что только 6 матчей выиграли шотландцы и 7 матчей проиграли. Тем не менее, такая отрицательная статистика не помешала команде дойти до финала Лиги Европы. В плане результативности Rangers играл примерно 50 на 50, но только 7 матчей из 17 были нулевыми. На выезде Rangers играл неважно, 5 поражений в 8 выездах и только одна победа. Правда, над Дортмундской Боруссией. Последние матчи команд. Union Saint-Gilus не проигрывает в последних 6 матчах без учета последнего матча с Charleroi. Чуть чаще бельгийцы играют нулевые и низовые матчи. Rangers без учета последней игры с Livingston последние 3 матча провел результативно. Но в общем шотландцы, как обычно, в плане результативности играют примерно 50 на 50. Прогноз на исход матча. Шотландцы идут номинальными фаворитами на эту игру. Однако бельгийцы не такой уж и слабый соперник, а Rangers на выезде играет, мягко говоря, неважно. Да и после успешного предыдущего сезона, где Rangers явно прыгнул выше головы, вряд ли можно ожидать повторения успеха от шотландцев. Поэтому в этом матче логично брать, наверное, не проигрыш хозяев. Коэффициенты это позволяют делать. 1.63 для такого варианта очень даже хорошо. Тотал голов. Для хозяев это будет дебютный матч в Еврокубках. Наверняка они постараются его провести как можно лучше, прежде всего сделав акцент на надежной игре в обороне. Rangers на выезде в минувшем сезоне чаще играл низовые матчи. С учетом коэффициента можно взять вариант низового матча. 2.10 выглядит немножко завышенной цифрой. Обе забьют да нет. Здесь можно дать примерно равные шансы на забивной нулевой матч. Да, Rangers в минувшем сезоне чаще играл забивные матчи, но бельгийцы дома чаще играют нулевые матчи. Поскольку на забивной матч дали невысокий коэффициент, логично взять вариант нулевого матча, коэффициент у которого даже выше, чем у Total меньше 2.5, аж 2.17. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч это будет наверное не проигрыш хозяев коэффициент 1.63. Оптимальный вариант Total меньше 2.5, коэффициент 2.10. Ну а на доходный вариант можно предложить победу хозяев коэффициент 3.10. Ну или же ничью коэффициент 3.50. Коэффициент у ничьей будет повыше, но вот где-то есть ощущение, что хозяева могут этот матч и выиграть. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.